всем огромный при огромный привет очень рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ну что ребят посмотрела я очередной ролик на канале доброе дело сегодня нам показали инну и это наверное для того чтобы люди немного подуспокоились по поводу бабы гали но мне кажется что люди все равно в тревоге потому что после того что нам показали что происходит с бабой галию бабы гали в бытовке то у людей все равно баба галя наверное не выходит из головы и что у нас сегодня якобы в речи игоря мы услышали что вот инна позвонила и что давно к ней якобы не приезжали и попросила чтобы ей купили крупов и мальчики сломя голову помчались камень и знаете хотела отметить так когда вот игорь сидел в машине какие-то такие странные у него глаза были такие вот как будто стеклянные кто-нибудь заметил этот момент или только я обратила внимание то потом скажете человек ему цепляюсь но нет вот прям какие-то настолько стеклянные казались как будто вот нечеловеческие слушайте не знаю у меня вот какая-то такая вот реакция была на взгляд не знаю хотя рядом сидел дима его обычные глаза ну что дальше приехали кине и на дома мультики смотрела вместе с котом и как мне показалось и на все-таки была совсем немножко но под шофе я уже много раз говорила что я не всегда понимаю когда она выпившая ну наверное это по той причине что она практически все время в обнимку с бутылкой и поэтому когда уже трезвая у нее все равно мозг функционирует и работает наверное по-другому и вот она даже когда трезвая она тоже как-то так странно себя ведет но сегодня мне показалось что все равно она все-таки под шофе и на рассказала что вот она не пьет и игорь говорит сколько не пьешь сколько дней недель неют говорить нет не пью ну а когда вот якобы пила последний раз вот вчера говорит было два года по дочери и я выпила там пошла к бабушке бабушка ей там или дала или продала пол чекушки и в общем то она вот выпила и все она больше не пила ну мне кажется сегодня она наверное тоже пол чекушки выпила может и больше не знаю также спросили у нее ли она была на кладбище раз было два года по дочери она нет но я не знаю где и чего вот андрей знает они с димой там были и вот они возили и сама она не знает где это ну узнаете я иногда задавала себе вопрос почему баба галя не знает но по поводу иные я не особо удивлюсь потому что и на все время пьет и из-за этого она возможно и ничего не не помнит и не знает и тут уже простительно жизнь у нее такая знаете веселая пьющая и в общем что дальше дальше опять эти до размышления по поводу там что вот ее как безродную похоронили туда-сюда и все прочее потом разбирались они там с телефоном а момент упустила когда они еще стояли там в доме у инны заговорили про еду что вот и на ты крупы попросила она ну да типа я как-то вот подумала думаю не столько всего было из еды да но она еще так и сказала да я же одна и я думала она скажет что сколько мне надо тут а я же хочу покушать хорошо мне тоже это удивило ночью она правду сказала она же хорошо хочет покушать вот они приехали сняли ролик и якобы ей гонорар отстегнули в виде пакета с продуктами я правда не знаю что в том пакете было было ли там что-то мясное потому что последнее время что-то даже не особо посвящает в то что там в пакете находится вот ну и да дальше разбирались телефоном как кому позвоните на там подбрехивала что вот я позвонить то не могу оказывается может и вот как найти сашкин номер тут уже понеслось всякая ересь с уст игоря я иногда удивляюсь как можно нести такую ерунду как он у тебя подписан сашок сосок короче я в шоке игорь вот как работает твой мозг расскажи поделись о чем ты думаешь когда у тебя вылетают такие вот какие-то дурацкие слова на самом деле просто дурацкие не знаю удивляюсь вот взрослый человек да а иногда вот когда у сергея был там кричал чего-то какие-то эмоции у него были непонятные до этого еще когда обобегали еще бытовку только привезли помните как он кричал там у сергея что мы устроим праздник здесь он родится записной книжки в поисках саши имени саша зачем кучу всякой ерунды нести ну в общем там научили ее с этими всеми разговорами и блокировками телефона заниматься тут и ниже позвонил какой-то наверное кавалер или собутыльник или друг ну и на сказала дала понять ему что-то мне сейчас нельзя потому что у меня мальчишки приехали вот и вот она сейчас просто занята это важные люди дальше дальше задали опять вопросы по поводу как она вылечилась не вылечилась позже мы зачем такую ерунду слушайте задавать и даже начале ролика что вот узнаем там же есть соседка типа уколы кого лада вот мы это узнаем ехали специально чтобы узнать вылечилась и на или нет ближе сколько времени прошло уже понятно что нифига она не лечилась как висел этот пакет с бутыльками так он и висит наверное по сей день я правда не обратила внимание висит там какой-то пакет или нет но явно что она не колола никакие уколы потому что ей это не нужно и она да вот мне кололи и все прочее но правда игорь уже спокойно да среагировал без всяких наездов да на нее что ну ладно там три дня там уколола три укола уколола три таблетки выпила и пойдет ну потому что такие скорее всего то это соседка или кто там ей уколола может быть один или два укола и на этом в лечении все было закончено дальше там эти были разговоры когда и належала в больнице что и туда укол кололи туда укол кололи и в общем вот так вот ничего особо такого интересного ну и интересный момент то что игорь спросил какие корочки есть у иные по поводу образования и она сказал что она повар даже работала по специальности повар на что он предложил поехать к андрею на работу и она там за полгодика станет такая пухленькая это он наверное тоже стебанул в отместку андрею что андрей такой прям пухлый стал за полгода на полях вот да что и на ну что-то она так себе да никуда не поедни на какие поля на фига и там надо поваром не поваром ей так хорошо и так неплохо живется да она даже в этом видео тоже опять якуба благодарила вот за те препараты за те лекарства которые якуб купил и ну это дает понять что якуб тоже о ней думает тоже какие-то продукты ей покупать но все-таки там и полы моет и как сторож и что-то все равно от якуба она имеет ну плюс она имеет бесплатное жилье это же тоже круто ну в общем с колхозом тут мне кажется идея не очень потому что ну смысл даже было это все ей предлагать она все равно не захочет она тут про бабушку что там кто-то умер и вот бабушка ее к себе зовет жить прикольно было когда сказали это бабушка которая тебя спаривать нет ну лишь не пью я не пью но игорь тут как бы это конкретики добавил что типа дима это просто говорит прямым текстом тебе что бабушка тебя спаивает ну и короче и надала понять какие поля не на какие поля она не поедет ну и самый главный момент о котором и нас заявила на камеру и мальчиком что не уже который день понос и она ничего не может уже сделать чтобы прекратился этот понос ну мальчики как джентльмены как помощники ярые метнулись в аптеку купили ей пилюли от поноса правда долго они читали как же принимать эти пилюли никак не могли разобраться но мальчики же у нас не врачи ну и сказали и на по одной капсуле четыре раза в день и понос прекратится снимет как рукой ну вот такое ребят было видео потом они с ней попрощались она еще просила дыню на что игорь сказал я вернусь через две недели и привезу тебе дыню почему что мне не сказала что ты так хочешь дыню ну вот такое вот было видео что вы думаете по этому поводу жду ваших комментариев жду вашего мнения мои хорошие не забывайте ставите лайк кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал и всем прекраснейшего настроения всем добра позитива улыбок ну и главное мы хорошие всегда желаю здоровья здоровья и еще раз здоровья берегите себя и своих близких обнимаю каждого всем пока